Друзья, всем привет! Ну что, состоялось представление плана победы Зеленского в Верховной Раде, в Украине вообще, и это произошло в Верховной Раде, наконец-то! И сейчас расскажу вам об этом, как это было, и проанализируем с пылу, с жару этот план. Друзья, не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас расскажу. Наконец-то план победы Зеленского Зеленский представил в Украине. Пока он был представлен сначала Байдену, потом в Европе, ну, в общем, наконец-то в Украине. Я как раз с трибуны Верховной Рады несколько дней назад выступал и говорил о том, что почему план представляют где угодно, кроме, собственно говоря, Украины, непонятно. Я теперь зрозумію, что за план победы Зеленского. Это податок на победу. Наступный пункт плана победы Зеленского – это штраф победы. Что еще будет? Такие мощные планы. У меня вопрос, что вообще происходит? Это тот план? Почему мы слышим про все эти планы победы здесь? США, Немеччина, Италия. Чудово. Тут, в Верховной Раде, тут, с трибуны парламенту. Мы ничего не знаем про план победы. Мы только тут видим податки, штрафы, податки, штрафы, еще больше, больше, больше. Вы реально верите, что это шлях до победы? Вы реально думаете, что это потужно? Да это просто какая-то ганьба, несконченная. Украина, прекратите эту ганьбу, прекратите коррупцию, пока она не снищила всю страну. Ну, то ли в ответ на мою критику, то ли, в принципе, пришло время. Ну, в общем, план победы представили и в Украине. Что же этот план победы представляет из себя? Ну, он представляет из себя пять пунктов. Значит, пункт первый, геополитический, приглашение Украины в НАТО. Второй, военный, оборона Украины с переносом, в том числе, боевых действий на территорию России. Третий, военный, сдерживание, размещение на территорию Украины комплекса, стратегического комплекса неядерного вооружения для ответа России и ее сдерживания. Четвертый пункт, экономический, это и санкции против России, и ограничение цен на нефть и газ. И украинские ресурсы, которые очень важны для свободного мира. Речь не только о продовольствии, титан, литий и так далее. И пятый, после победы, что украинская армия становится одним из гарантов безопасности свободного мира и, в первую очередь, в Европе. Вот, как бы, коротко, к ним еще есть три приложения, которые тайные, то есть, конкретный перечень, какой стратегический комплекс, какое оружие для обороны. Ну, в общем, тоже понятная составляющая, ясно, что его озвучивать, в общем, не нужно. Вот такие пять пунктов. Ну, смотрите, дайте мою реакцию на это. Ну, давайте, перед тем, как пойдем в реакцию, я хочу, чтобы вы послушали несколько фрагментов. Вот Зеленский говорит о том, что это очень важно для мира, чтобы Украина победила, иначе другие агрессоры у них тоже развяжутся руки. Послушайте. Если война Россия против Украины завершится на саммите мира и на основе международного права, это доказывает других потенциальных агрессоров не развязывать другие войны. И если же Путин достигнет своих божевильных целей, геополитических, военных, идеологических, экономических, то это создает нездоланное впечатление у других потенциальных агрессоров, в частности, в регионе и затоки, в Индотихоокеанском регионе, в Африце, что загармейские войны могут быть выгодными и для них также. Ну это все правильно, но это мы два с половиной года говорим. Что тут нового? Ну сложно сказать. Потом вот еще один пункт, где Зеленский говорит вообще о том, что Украина, да, что вот есть проблема в мире, что в мире больше начали говорить о переговорах и меньше говорить о справедливом мире. В общем, вот послушайте его об этом. Мы слышим от партнеров деяких такое слово, как «перемовины», и значительно редче звучит слово «справедливость». Украина, я это подкрасиваю, неодноразово, Украина открыта до дипломатии, но до честно, в сильной позиции. И именно поэтому у нас есть формула миру. И это гарантия «перемовина» без примусу Украины до несправедливости. Украинцы заслуговывают на достойный мир. План «Перемоги» прокладает шлях до этого. План «Перемоги» – это гарантия, что божевильные в Кремле втратят возможность продолжить войну. И поэтому план «Перемоги» является мостом до реализации формули, до реализации саммиту, шляхом до честно, дипломатии. Но на этом шляхе Украина должна быть сильной, объединенной и осознанной того, что Россия не может отпустить нас. Не может отпустить, но Россия может и должна Украину втратить. И дальше он говорит, что и в самой Украине меньше стало говорить о победе, а этому важно. У нашей земли стали речи звучат слова «Украина має перемогти». «Перемога» для декого стала незручным словом, на жаль. И в реальности мы понимаем, что «Перемоги» не просто досягти, хотя только «Перемоги» народжуют для краины славу. Смотрите, ну вот это все, что вы сейчас послушали, это все важные слова. Ну чем они отличаются от того, что мы все знаем, понимаем, что сам Зеленский два с половиной года каждый день говорит своих вечерних обращений. То есть это набор каких-то лозунгов, благих пожеланий, они важны, все правильно. Но где тут план победы? То есть план победы, вообще слово «план» — это какие-то конкретные пункты, конкретные задачи. То есть вот мы будем раз, два, три, четыре, пять, но его нет. То есть раз. Во-вторых, весь этот план нацелен на наших партнеров. Партнеры должны нам пригласить нас в НАТО, дать нам оружие, дать нам стратегический комплекс неядерный для сдерживания России. Послушайте этот фрагмент Зеленского. Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда уверены, что не получает адекватной, руйновной ответственности. Когда Россия знает, что ответственность будет, и понимает, какая это будет ответственность, они выбирают договоры и стабильное сопоисновение, даже с стратегическими противниками. И мы знаем эти примеры. Благодаря этому, самому пункту стримирования России от агрессии, возможно, и щодо Украины и всей Европы. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный, неядерный, стратегический пакет стримирования, который будет достатным для защищения Украины от любой-якой военной загрозы, с боку России, и который максимально звузит, варіативность действий России до таких перспектив, або приедетесь до честного дипломатичного процесса для справедливого завершения войны, або гарантово втратить возможность продолжить агрессивную войну внаслідок, с застосованием Украины наданного пакету стримирования, сгідно с вызначенными войсковыми целями России. Опять, это оружие нам должны дать партнеры. Там где-то упоминается у него и о том, что, да, производить оружие и в самой Украине за западные деньги, но все это как бы обращение к кому-то другому. Ну, сложно назвать планом. Приоритеты внешней политики? Да. Пункты для переговоров с нашими союзниками? Да. План победы? Нет. Это не план вообще. И где пункты, которые Украина должна сделать? А у нас вот столько работы. Борьба с коррупцией? Посмотрите, что творится вообще. Даже не хочется говорить. Верховенство права, соответственно. Поддержка демократии. Реформирование армии, где у нас просто вот Минобороны, это какое-то просто прорва и беда. Посмотрите, вот это нормальная мобилизация и прочее, и прочее. Ну, ничего этого нет вообще. Там полслова об этом не сказано. Украина ничего не должна. Мы просто ждем. Сделают, не сделают. А если они не сделают? То есть, получается, как бы весь план победы Украины в руках наших партнеров. Да, наши партнеры супер важны. Я согласен. Но не только же они. И тем более, то, что мы можем сделать, это хоть зависит от нас. Мы же не знаем, дадут нам, пригласят и так далее. А вот это мы можем сделать. Сами бороться с коррупцией. Или мы тоже будем ждать, что партнеры нам тут поборются с коррупцией. Реформируют армию и прочее. Ну, честно говоря, грустное впечатление у меня. Знаете, это такой план. У вас есть план. Вы решили, я не знаю, улучшить свою физическую форму. Похудеть, улучшить здоровье. И вместо того, чтобы себе поставить там план, меньше пить, не курить, заниматься спортом, правильно питаться. У вас такой план. Пусть кто-то там меня, не знаю, не даст мне пить, курить. И вообще там даст мне какую-то волшебную таблетку, чтобы там лишний вес исчез, мышцы появились и вообще было хорошо. Ну, это такой, знаете, такой план. Вот утром проснуться и быть красавчиком. Такой себе план. Желание, да, хорошее. План, катастрофический. Это не план. В общем, ну, честно скажу, впечатления у меня вот такие. Все это еще за три недели до выборов в США, на которых как бы вообще решиться, с кем нам, хоть с кем об этом всем говорить. Ну, вот такая история. После этого была встреча Зеленского с руководителями фракции групп. Там уже сказала руководство парламента, что все поддержали единодушно. Но мое мнение вы услышали. И, честно говоря, у меня и ожиданий больших не было. Ну, и, знаете, и самое главное, друзья, вот все это нереалистично как-то. То есть, а где, вот где, как это все соотносится с реальностью? Россия каждый день берет какие-то пару еще наших населенных пунктов, а мы тут говорим о плане победы в виде каких-то наших желаний. Я хочу услышать план, как мы строим фортификации, производим дроны, как мы, наконец-то, разбираемся и делаем нормальную мобилизацию, устанавливаем сроки службы, останавливаем врага, как первый этап. Вот план, как остановить врага. И его можно расписать по пунктам. Построить фортификации. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, а этого у нас ничего нет. И об этом даже никто ничего не говорит. А когда предоставляем... Ну, то есть, этот весь план, он как бы, знаете, из реальности, ну, может быть, двухлетней давности. Ну, там, да. В последок мы освободили Харьковскую область, Херсон, да. Перед контрнаступлением, да. Но уже последние полтора года это не очень адекватно, это все звучит реальности. Страна ждала... Я лично, и многие, я уверен, миллионы украинцев ждали серьезного разговора со страной о том, что делать дальше в нынешних условиях, чего мы можем добиться, чего не можем. Какие реальные цели мы перед собой ставим сегодня, а какие переносим на будущее, может быть, даже и далекое. И вот это вот мы все хотели услышать. Очень серьезный, конкретный разговор. Ну, а услышали очередное выступление, интересные, правильные слова, все, но они ничего за собой не несут. Во всяком случае, нового. Нам нужен был серьезный разговор, а не стендап. Друзья, держим строй.